Приветствую вас, друзья, на канале Флорист Мариуполь. Сегодня у нас 8 декабря, и я хочу поговорить о очень важном вопросе. Это борьба с капелью, а также вентиляция в теплице. Эти два составляющих в зимний период очень сильно влияют на качество наших растений. Особенно, когда начинается период бутонизации, нужно обязательно устранять капель, так как бутоны будут у нас подгнивать. Также кустики, которые хорошо набивают много отростков, при капеле, так как она всегда холодная, это всегда плохо сказывается на качестве. Появляется ненужная гниль, появляются черные пятна на цветках и на листьях. Поэтому обязательно нужно этот момент учесть и предотвратить. В северных регионах обычно в теплицах делают двойной потолок с расстоянием, для того, чтобы не только предотвратить капель, но также оградить от первой холодной пленки, где идет большая разница температур, где идет намерзание. Но мы живем более южнее. Мы пользуемся таким методом. Под дуги мы подтягиваем пленку. Дуги как раз являются основой для крепления этой пленки. Под нее подтягивая пленку, оставляем небольшие фалды такие, и края пленки закрепляем. Можно использовать вот такие скобы. Они очень удобные. Они имеют жесткость и хорошо, как прищепка, держат пленку. То есть это очень удобный вариант. Пристегнуть в том месте, где нужно куски пленки. Остальное поддеть под дуги. Так как теплица идет под углом, то пленка тоже получается под углом. И вся капель у нас будет стекать под стенку теплицы. То есть цветы у нас стоят защищенные. Низкая температура, которая идет сверху, она как бы остается под второй пленкой. Второй потолок мы натягиваем очень быстро. То есть в течение 20 минут можно таким образом защитить свои растения от капели. Во второй теплице мы делаем второй потолок из кусков. Как бы это тоже достаточно. У нас там проходит водяное отопление. Также в ней находится теплый стеллаж. И за счет этого температура немного выше. Поэтому полностью мы не укрываем, не закрываем потолок. А именно кусками. Чисто над стеллажами, над растениями. Очень удобный способ. И очень к тому же быстрый. Но еще немаловажно. Это вентиляция теплицы. Вентиляция теплицы обязательно в том случае, когда растения у вас стоят густо. И когда температура имеет перепады в теплице тоже. Ночная температура более опускается, а дневная повышается. Поэтому для того, чтобы воздух у нас не застаивался, в холодный период, в некоторых местах, где отопление проходит дальше, а также в дневное время, когда жара и воздух перегревается, обязательно нужна вентиляция. Вентиляция способствует тому, что температура по теплице распространяется равномерно. И лучше всего, конечно, вентиляцию в зимнее время. Использовать обязательно дополнительные источники тепла и пускать вентиляцию с подогревом. Самый простой способ, как это можно сделать. Вентилятор прикрепляется к трубе, гибкая труба, а труба подводится к самой горячей точке, которая у вас есть в теплице. В данном случае у нас это точка выхода горения, то есть труба, с которой выходит дым. Она у нас самая горячая. Она у нас выходит сразу на улицу. Конечно, лучше бы, если бы она проходила по теплице и отдавала бы эту температуру, опять-таки, в теплицу. Но у нас строение такое. Поэтому мы подвели трубу к самой горячей точке на выхлопе. И вот эта самая теплая температура забирается вентилятором и распространяется по теплице. Особенно, когда ночью котел горячий, и ночью теплый воздух гоняется дополнительно по теплице. Лучше всего иметь два вентилятора на теплицу. Если вас интересует, какая мощность у вентилятора, а также другие вопросы, напишите, пожалуйста, в комментариях. И более подробное видео я сниму. А также обязательно подписывайтесь. В ближайшее время я выложу видео о том, где мы брали эти вентиляторы. Кстати, цена сейчас достаточно хорошая, со скидкой. И поэтому кому-то может будет интересно. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить эту информацию. Ставьте лайки. Спасибо за интерес к видео. До новых встреч. Пока-пока.